Всем привет! Меня зовут Нурулина Алина, и добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о путешествиях и психологии. Сегодня мы заселяемся в отель под названием Рамада, который находится на Пхукете на пляже Потомк. До этого мы были два раза на пляже Корон и останавливались тоже в отеле в сети Рамада. Нас, в принципе, устраивает соотношение цена-качество и место расположения отеля. Сразу хочу сказать, что это отель не супер новый, не супер лакшери. И нельзя сказать, что он дешевый, но у него хорошее местоположение. От номера прям до воды, то есть до пляжа, мы идем 10 минут. Это еще с учетом, что мы останавливаемся и покупаем кокос по пути. Ну, если коктейль кокосовый, а не то, что вы подумали. Вот, и сейчас давайте я вам покажу, что находится внутри отеля. Зайдя внутрь, попадаем в такой большой холл, где нам любезно предложили подождать до момента заселения, до двух часов. Большое лобби. Wi-Fi ловит сносно, поработать, в принципе, можно. Есть пункт продажи всяких экскурсий. Завтраки накрывают вот здесь. Мы взяли отель с завтраками, потому что это удобно, что он встал, поел и уже пошел, не ища какие-то кафе. Есть бар. Как вам цену-то показать? Ничего не написано. А вот, допустим, эспрессо. Горячий 90 бат, со льдом 120. Капучино тоже так, латы. А то есть все напитки по одной цене. 90 бат – это примерно 180 рублей на сегодняшний курс. Дальше такая лаунж-зона. И мы проходим к лифтам. У отеля есть два здания. Мы живем в этом здании. Сразу лифт и едем в номер. И также есть переход во второе здание. Так уютненько. Какие-то фрукты даже растут. Классно. Жалко не подписано, что это такое. Похоже на помыло, мне кажется. Ну-ка, это... Еще какие-то фрукты, кто знает, как называются. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно. Написано тут какие-то рецепты коктейлей. Написано, что закрыто. Куда пройти мы не можем. Ну и ладно. Символом Таиланда едаются слоны. Поэтому вот здесь в лобе расположилось целое слоновье семейства. Посмотрим стандартный лоб. Заходим. Давай оператор мне камеру. Что нас здесь встречает. Есть утюг. Гладильная доска. Ей как будто лет 300. Вся в разводах. Значит, открытый шкафчик. У них есть пляжные сумки. Такие вот плетеные, пластиковые. И зонты на случай тропических ливней. Вешалки. В общем, это вот такой шкаф. Открытый. Проходим дальше. Вот у нас вид на номер. Кровати раздельные. Можно раздвинуть. Можно сдвинуть. В общем, по вашему усмотрению. И очень интересно, что раковина находится в спальне. Из ванных принадлежностей в целях экономии они почему-то оставили только мыло для рук. Есть шапочки для душа. Щеток нету. Зубной пасты нету. Полотенца только два почему-то. Ну, плюс вот ножное. Хотя отель 4 звезды. И по правилам в 4-звездочном отеле должно быть минимум 4 полотенца на человека. Значит, гель для душа и шампунь тоже в таких больших бутылочках. Их пополняют. Дверь закрывается так, как купе. Есть сумка для прачки. Можно сдать вещи в прачечную. Цена. Вот, пожалуйста, допустим, платье женское. 160 бат. Есть фонарик. Не знаю, для чего, конечно. Ну, есть. Есть сейф. Сейф бесплатный. И фен. Вот такие две полочки. Большое зеркало. Рабочая зона. Мы знаем, что очень хорошо для тех, кто работает всегда на ноуте. Розетки российские наши. Все подходит. Камалико-софа. Телевизор. Прикроватные тумбочки. Телефон. И вот такой маленький есть столик. Выходим на балкон. Сиденье. Столик. И вид на батонг. Здесь плюс-минус вид из всех номеров одинаковый. Сперва нас заселили в другой номер. А забыла показать чайный столик. Каждый день пополняют, значит, бесплатно сахар, чай, кофе и сухие сливки. Вот. Холодильничек есть. Он пустой. Это очень удобно купить фрукты, напитки и все это сложить. Кстати, если вы захотите поужинать в номере, то тарелку с вилкой и ножиком вам предоставят за 100 бат. В общем, 100 бат за набор. Вот такой у нас номер. Сперва нас заселили в номер на седьмом этаже. И спустя четыре моих похода на рецепшн и слезные мольбы нас переселили на шестой. Объясню, в чем причина. На седьмом этаже там проходит коммуникация и ужасный звук, как будто сливается постоянно вода. Я сейчас прикреплю дальше фрагменты, которые я снимала на телефон. Невозможно спать от этого шума. Плюс мы были в номере, который находится рядом с лифтами. И, как вы понимаете, Азию любят все, в том числе шумные китайцы. И вот эти толпы китайцев, которые ездят бесконечно на лифтах и там что-то орут, сна никакого не будет. Поэтому при заселении просите не седьмой этаж и подальше от лифта. Смотрите, на третьем этаже отеля есть бассейн. Бар. Детская зона, неглубокая. И бассейн для взрослых. Смотрите, он сейчас самый сын цепёк, поэтому народу вообще нет. Здравствуйте. Никакой войны за лежаки. Ложись куда хочешь. Здесь, видимо, тоже предполагается такой бар в воде. Слоник. Глубина 1 метр, написано. Да, тенька практически нет. Лучше бы они зонтики поставили, тогда бы люди были. Тем более под зонтики есть приспособление. Может быть, можно попросить, чтобы зонты вынесли. Ну, а так здесь, конечно, очень припекает. Случайно наткнулись на детский клуб. Детей, в общем, нет. Комнатка не очень большая. Но на полчасика ребёнка занять, наверное, можно. И где-то здесь есть ещё спортзал. А где? Вот он, спортзал. Если можно его так назвать. В общем, к вашему распоряжению коврик, два мяча, беговая дорожка, элипс, ещё одна беговая, покачать пресс, кетлер. Ну, кстати, вот это очень полезная вещь. Гантели и вот такой тренажёр. Народу вообще нет, это и понятно. Такой фитнес-центр. Ага, ещё здесь есть спа. Parental Spa. Полторы тысячи ойл массажа. 60 минут против 400 бат в массажках на улице. И работают те же самые тайки. Просто здесь, наверное, будет покрасивше. Ну, не уверен, что качество будет намного лучше. Ну что, ваша любимая рубрика. Это что же здесь даёт на завтрак? Так, салат-бар. Завтраки каждый день, они практически одинаковые. Единственное, меняются с рубрика. Здесь есть гренки и разные соусы. Сырка, украшка. Руки тряски, да? Азинь, красный пилис. Жарный томат, жареный морковь. Красный добавок с картошкой. Кантюль, крыльями. Как только для меня бралики, то пристаю. Спарсу. О, утраки, пятятые. Парк в тай. Уручка, пирог. Сосы. Сосы. Азинь. Парк в тай. Куриные с соседями. Вареный рис в курице, в ней вкусные и сладкие, соусы, бафли, бручки, жареные фрукции, хлеб, сладкий стол, сахар, сахар, мисли, ковер, прилипы йогурта, орешки, сахар, молоко и соль. Открытием для нас был чай массала, вот такой для молочной индийский чай. Чай с молоком с ваги. Только машина. Здесь по традиции вам могут пожарить овлет с разными наполнениями, или может быть не готовый, не готовый лишний чай. Добавляем. Тут нельзя подламывать, чтобы были теплые. Бликор и сладкое. Бананы, армасы, си, гуала, драконный, фрукты и арбуз. Фрукты меняются. Буачча папайя. Вот так выглядят зоны пищи. Места всем хватает. Еды тоже всем хватает. Хотя мы обычно приходим под конец завтрака. Всегда все есть. Мы вышли из отеля и идем к пляжу. Такая у нас красивая дорога. Все при цветочках. А здесь за забором, вы не догадаетесь, но это мусульманское кладбище. Сейчас покажу вам пляж Потомка. До этого мы два раза отдыхали на Пхукете и оба раза на пляже Карон, потому что начитались, что на Патонге грязно, грязное море, очень много народу. Сейчас я развею этот миф. Смотрите, вот он, Патонг. И это, между прочим, самая грязная вода, что мы увидели за эти 7 дней. Никакого мусора, ничего нет. Никаких водорослей. Протяженность пляжа 3 километра. По поводу отношения к русским стаке, вот вам ответ на вопрос. То есть российский флаг висит наравне со всеми остальными. Все здесь хорошо. Вот такой пляж. Народу действительно много, но как-то это друг другу никто не мешает. Здесь буйки. Чувствуешь себя немножечко в безопасности, если вдруг обратное течение, можно будет там ухватиться за буйки. И еще обращайте внимание на флаги. Вот сейчас вывешены желтые флаги. Они по всему пляжу идут. Это значит, что нужно быть начеку. Если красные флаги, то купаться запрещено. Здесь сдается очень много лежаков. Цена 100 бат. Так. Нет, 200 бат за лежак плюс джонтик. Вот такой вот он потом. А мы же ехали сюда что-то не со слезами. Думали здесь прям будет совсем не очень. И по поводу развлечений. Тут постоянно кто-то летает на парашютах. Вот цены. Значит, 30 минут на мотоцикле полторы тысячи бат. Парашют полторы. Банан 700. Кстати, бананы не видели, чтобы кто-то ездил. Таблетка 700. За 2 их 3000. Ну, логично. В общем, вот такие развлекухи здесь есть. Еще минутка полезной информации. На Пхукете есть телеграм-чат. Я почитываю новости. И пишут, что на таких пляжах, как Карон, Ката, Бангтао, сейчас идет нашествие планктона, который дико кусает купающихся. Но вроде есть лайфхак, что можно намазаться кокосовым маслом, и тогда они меньше нападают. И еще там есть медузы. На пляже Патонг никто не кусает, никто не жалит. Купаемся абсолютно спокойно. Поэтому, если хотите знать актуальную информацию, что сейчас происходит на Патонге или на Пхукете вообще в целом, найдите чат в Телеграме. Или я даже его оставлю здесь, ссылочка внизу. И почитайте там, не поленитесь, новости. Я вас всех обнимаю, целую. Приезжайте на Пхукет. Азия – это чудесно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мне будет очень-очень приятно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.